Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, нужно уделить несколько минут с утра, чтобы оценить фундаментальную ситуацию, которая сложилась в рамках прошлой торговой сессии. Сегодня у нас обновленное оборудование, поэтому буду рад и признателен за обратную связь по поводу качества картинки и звука. Поэтому не обессудьте, если возникнут какие-то технические огрехи, попробуем исправить и, соответственно, уже во время следующего эфира нейтрализуем все эти технические нюансы, если они, конечно же, будут иметь место быть. Давайте тогда возвращаться на рынки. Оценим мы сегодня, как всегда, наш традиционный набор перечень финансовых активов, на которые мы обращаем внимание каждый день. И, конечно же, стартуем мы с того, что показывает нам рынок нефти. Бренд. Клод вчерашнего дня 49.04. Сейчас актив торгуется на отметке 49.37. Хорошо осознавать то, что бренд находится под давлением, бренд снижается. Если говорить по ценам закрытия, собственно, дней, мы, по сути, видели то, что окончание вчерашней торговой сессии пришлось на минимум недели. И, судя по динамике, хочется верить то, что сегодня в ходе европейских торгов, американских, бренд продолжит снижаться и уже закроет неделю еще обновлением новых минимумов. Хочется верить то, что у нас глубинные системные такие позиционные уровни находятся гораздо ниже текущих рубежей. Потому что мы с вами надеемся на то, что бренд, непременно, будучи фундаментально заряженным на снижение, должен котироваться ниже 45 долларов за баррель. Вчерашнюю торговую сессию по нефти можно разделить на три этапа. Во-первых, это азиатская, когда даже в ходе нашего с вами прошлого бритинга мы сделали ставку и акцент на то, что бренд снижается как бы в качестве резонанса. На статистику, которая вышла накануне по запасам нефти США, вы знаете, что по версии Американского института нефтезапасы выросли на 4,5 миллиона баррелей за неделю. Конечно же, это много. И снова это стало причиной актуализации опасений, связанных с перенасыщением рынка углеводородами и энергоресурсами. После этого трейдеры переключились на другой фундамент, который также появился на рынке. И здесь уже спасибо нужно сказать источникам. В частности, Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из ОПЕК сделал заметку, в которой сообщалось, что Иран озвучил позицию, отправив письмо всем членам ближневосточного картеля с допуском возможности своего участия на предстоящей встрече, которая состоится в конце сентября в Алжире. И напоминаю, что это как раз ключевой фундамент, который сейчас есть для рынка нефти, потому что трейдеры, исходя из опасений, исходя из настроенческих факторов, внимательно следят за этим событием, поскольку на нем якобы будут обсуждаться вопросы, которые предполагают вероятность солидарных совместных действий, которые направлены на стабилизацию ситуации на рынке энергоресурсов и возможно даже снижение предложения. Либо посредством ограничения добычи, либо посредством упования на хорошие темпы экономического восстановления, но с учетом заморозки текущих объемов выработки, чтобы производство больше не увеличилось и предложение было зафиксировано на определенной величине. Конечно же, эти ожидания в порядке спекулятивного интереса на этапе неполной информированности рынка оказали свое положительное воздействие на котировки бренда. Это мы видели практически в прошлую неделю, как бренд, соответственно, подрастал. И если, опять же, сослаться на то, что мы видим сейчас и обратить внимание на то, что происходит с брендом на текущий момент, это коррекция, которая как раз связана с тем, что, может быть, рынок перегорел уже по факту этих ожиданий. И сейчас настраивается и нацеливается на то, что никаких договоренностей по факту предстоящей встречи, предстоящего заседания неформального достигнута не будет. Мы на это с вами делали ставку с самого начала, поэтому не позволили себе рассмотреть возможности покупок. Но, может быть, если бы мы были более рискованными, смогли бы использовать и потенциал косочного роста. Но вы согласитесь, особенно я уверен, согласятся со мной всех, кто также детально анализирует фундамент, что оснований для такого роста, который мы видели, не было. Потому что больше 20% это, конечно же, уж слишком. Соответственно, когда на рынке появились слухи с, опять же, ориентиром на вот эту статью, про которую я сказал в The Wall Street Journal, да, рынок воспрял духом, якобы, если Иран будет принимать участие в этой встрече, что, в принципе, еще не подтверждено официально. Значит, это уже тот самый сигнал, который указывает на то, что позиция Ирана может быть изменена. Потому что мы помним прошлое официальное заседание ОПЕК, на котором принимал участие больший, опять же, спектр регионов во Ближневосточном картеле. Но вот Иран воздержался от того, чтобы посетить это мероприятие, поскольку тогда объемы производства были гораздо ниже текущих значений, там, 3 с небольшим миллиона баррелей в сутки. И уже тогда они информировали всех, кто ориентировался на этот регион, что не собираются поддерживать такие инициативы, пока не доберутся до прежних, до санкционных уровней производства, свыше 4 миллионов баррелей в сутки. Сейчас мы видим то, что Иран может принять участие. Но принятие участия в этой встрече – это не то же самое, что поддержание инициатив, которые будут предполагать ограничения добычи. Здесь нужно четко разделять эти понятия и понимать, что на текущий момент даже положительного решения на участие Ирана явно недостаточно, чтобы возродить интерес к бренду и уж тем более позволить ему закрепиться уверенно выше 50 долларов за баррель. Ну и третья часть торговой сессии, когда мы с вами сфокусировались на статистике по запасам нефти в США и уже правительственный отчет от Минэнерго США. И в частности, согласно статистике, этому отчету, я думаю, что вы обратили на него внимание, мы получили данные, которые указывают на то, что запасы за прошлую неделю выросли на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Это куда выше, чем прогноз роста на 200 тысяч и ниже чуть-чуть, чем оценка от API. Но все равно это та самая статистика, которая имеет серьезный резонанс и влияние на котировки бренда. Это та самая статистика, которая позволяет нам локально получать фундаментальную поддержку для оправдания нашей коррекционной идеи. И в-третьих, это как раз по факту уже те цифры, которые позволяют нам быть более уверенными в том, что мы сейчас правильно делаем, оценивая фундамент, указывающий на то, что этот актив нужно распродавать. Поэтому официальный отчет поддержал позиции «Медведей». Мы увидели коррекцию, и я надеюсь, что эта коррекция продолжится и дальше. Ключевыми событиями, которые на повестке от предстоящих торговых сессий, но что-то осталось меньше двух полноценных дней до конца недели, у нас завтра отчет «Бекер Хаджес» по количеству нефтяных платформ и терминалов. Мы, безусловно, следим за этим релизом в 20.00 по московскому времени. Ожидаем еще одной недели роста. И ожидаем, что увеличение количества платформ в перспективе уже следующих официальных данных, то есть в следующей среде, когда мы снова вернемся к запасам и объемам добычи нефти в США, мы будем говорить о приросте. Ну, в частности, по производству нефти. По итогам прошлой недели, немножко странновато, конечно же, но производство снизилось на 49 тысяч баррелей. Но все равно эта цифра нейтрализует тот прирост, который мы получили буквально двумя неделями ранее. Вы помните, что на позапрошлой неделе у нас был рост на 155 тысяч баррелей в сутки по добыче нефти. Следим за дальнейшими макроэкономическими отчетами и, конечно же, следим за завтрашним выступлением Джанет Йерин, потому что ее слова, ее комментарии и риторика будут иметь непосредственное влияние на американскую валюту. А вот именно поведение доллара станет определяющим для всего спектра прочих финансовых активов, не только рынка Форекс. И вы прекрасно понимаете то, что если доллар укрепляется, значит те активы, чьи цены номинированы в американской валюте, сдают по позициям. Настраиваясь на более жесткие комментарии, мы можем предположить, что завтрашнее выступление Джанет Йерин станет положительным для доллара и негативным для нефти. В общем, все, что нужно нам. Поэтому ждем дополнительной поддержки фундаментального характера под закрытие недели и ждем еще большего ослабления позиций нефти марки Brent с потенциалом входа ниже 48 долларов за баррель. И если мы с вами закроем неделю ниже 48, я абсолютно не сомневаюсь в том, что на следующей неделе мы сможем претендовать на смещение к поддержке 45 долларов за баррель. Российская валюта. Небольшой вектор девальвации 65.01. Видим то, что рубль не воспользуется поддержкой налогового периода. Практически забыл об этой теме и полностью сфокусирован именно на динамике нефти. Но чтобы не повторяться, ожидание слабости позиций черного золота должно быть причиной девальвации рубля. Поэтому ждем снова возвращения пары как минимум в район 67 рублей против американцев. Евро против доллара. Котировки 1.1273. Днем ранее мы с вами говорили о том, что евро старательно цепляется, пытается зацепиться за сопротивление 1.1350 и даже претендует на то, чтобы оказаться выше. Но мы говорили также о том, что сил для этого главному валютному риску единый европейский рубль явно не хватает. И вот вчера силеных не хватило не просто, чтобы снова попытаться добраться до этого рубежа, но и даже на то, чтобы закрепиться выше 1.13. Поэтому по этой причине евро все-таки просел ниже и поддержка, которая ранее была таковой, сейчас является уже сопротивлением. Евро-доллар торгуется ниже отметки 1.13. И если разбирать фундаментальную картину, конечно же сейчас евро целиком сфокусирован, как и прочие инструменты, на той динамике, которую показывает американский доллар. И говоря про доллар, все следят за встречей Джексон Холли. Она стартует, собственно, сегодня. Завтра, возможно, кульминация для многих, хоть и не завершение еще этого события. Ну, под кульминацией я подразумеваю то, что Джанет Хиллен, которая возглавляет американские регуляторы, дадут слово, и она обязательно будет говорить про текущий вектор денежно-кредитной политики и планы на будущее. На текущий момент большинство участников рынка, если фокусировать даже на рядовых трейдеров, на инвестиционные банки, на хедж-фонды и определить такую медианную оценку, считают то, что ставка действительно может быть поднята хотя бы на 15 байсных пунктов до конца этого года. И, возможно, еще на 25 байсных пунктов уже по итогам первого квартала 2017 года. Эти оптимистичные ожидания сейчас где-то генерируют импульс для роста американца, но доллар вроде бы как и не хочет, вот в частности, если следите за динамикой пары доллар-японской иен, забираться ниже поддержки стоп, понимая, что импульс для восстановления есть, но и побаиваться, чтобы двинуть выше, потому что, несмотря на спекулятивные ожидания, на рядовую статистику, на прогнозы, комментарии, все-таки все будет зависеть от того, что скажет Джанет Ерин. Вот в ее руках сколыхнуть безумную волатильность, и если она захочет это сделать, ей достаточно просто вдохнуть на жесткую монетарную политику, и рынок все сделает сам за нее. Поэтому мы должны понимать, насколько заряженным является завтрашняя торговая сессия, насколько важным является завтрашнее выступление Джанет Ерин, и особенно оно важно для тех трейдеров, которые делают ставку на рост доллара, к которым вот отношусь я. Я думаю, что среди вас есть также много оптимистов, которые продолжают верить в более высокие ценовые значения американца. Вчера, если разбирать европейский фундамент, мы видели то, что вышли данные по ВВП Германии, в целом статистика квартальное изменение 0,4% в годовом 1,8% полностью совпало с оценкой прошлого периода. Честно говоря, учитывая индексы деловой активности в производстве и в сфере услуг, которые мы получили днем ранее, настраивались нас на то, что, будучи индикаторами, которые работают на опережение и сигнализируют о будущих показателях экономического восстановления, мы могли прийти к логичному выводу о том, что слабые показатели индексов должны были привести к снижению ИВП. Но, видите, по факту статистика оказалась лучше, чем мы ожидали. Но трейдеры особо в нее не поверили, поэтому мы не увидели восстановление евро. Европейская валюта продолжила ориентироваться на поведение доллара, и этот махоэкономический отчет был полностью проигнорирован. Сегодня из статистики, на что мы можем обратить внимание. Буквально через час с небольшим выйдут данные по бизнес-оптимизму, оценки текущих условий и прогнозов. Бизнес-оптимизм по оценке ИФА – это Германия. Что мы можем увидеть по факту публикации этого отчета, в частности, в 11.00 по московскому времени. Если отталкиваться от слабых индексов по деловой активности, если отталкиваться, в принципе, от достаточно скромных показателей по росту ВВП, может быть, настроение по итогам прошлого месяца просили. Но есть еще один барометр уже объективного оптимизма бизнесменов – это статистика по ЗИУ, которую мы наблюдали и анализировали некоторое время назад. Вы помните, что там она оказалась гораздо лучше прогнозов. В целом, действительно, бизнес с оптимизмом смотрит и в будущее. И сейчас не допускает то, что выход Англии из состава ЕС сможет сплоцировать какие-то системные и глубинные риски. Поэтому статистика по ЗИУ оказалась более-менее неплохой. Логично предположить, что если уж ЗИУ увидели где-то признаки для улучшения настроения, тогда и ИФА сегодня также будет хорошим отчетом. Но важный нюанс заключается в том, что какую бы статистику мы сегодня не увидели, она вряд ли станет причиной повышенной волатильности евро, точнее, одноправленного движения, либо логичной реакции на позитив роста. Потому что для евро, особенно буквально за сутки до выступления Джанет Келлен, сейчас по-прежнему основным путеводным огнем будет именно американская валюта. И раз мы сегодня на азиатской сессии видим то, что доллар поднимается постепенно вверх, я допускаю то, что давление на евро будет продолжено, и европейская валюта вот буквально в ближайшие часы замахнется на тестирование поддержки 1.12.50. Ну а дальше все будет зависеть от поведения доллара. Фунт против американца. Сейчас торгуется на отметке 1.32.29. Хайп был на уровне 1.32.79. Ну с этого значения, собственно, пошла коррекция. Фунт настойчиво обновляет локальные максимумы. Есть ли фундамент национального происхождения? Нет. Единственный отчет по ВВП завтра, но мы уже с вами говорили, что вряд ли фунт обратит внимание на эту статистику. Есть еще и поведение доллара. Вот здесь, как я уже проводил параллель с евро, для фунта динамика американца будет определяющей. Потому что только растущий доллар сейчас может разбить неоправданный рост фунта и обозначить возможность ухода основы в район 1.30. Я хочу напомнить вам то, что не стоит свято верить в то, что фунт идет на обновление каких-то совсем высоких уровней. 1.35, может быть, даже еще выше. И ожидания такого чрезмерного оптимизма в рамках этого актива должны быть ограничены пониманием, что у нас на повестке уже совсем скорого времени, мы неделю еще и закроем очередной летний месяц, шагнем в осень. Там заседание Банка Англии и возможности еще одного раунда экономических стимул. Вот как раз эти действия должны сейчас быть для вас самым важным мотиватором потенциальной торговли, особенно средне-долгосочной. И понимая то, что Банк Англии уже обещал, что будет снижать ставку дальше, снизить ее обязательно. И мы увидим, собственно, очередной прессинг на позиции фунта. И, возможно, ход к нашей с вами заветной цели, от которой мы сейчас уже далеко отскочили, так и не добравшись, это 1,28. Но я думаю, что с поддержкой Банка Англии и сильного доллара мы сможем добраться по любому до этого значения. Доллар японская иена торгуется сейчас с небольшим повышением, 142. Локальный хайп был в 160, но там американец не удержался. Я уже отметил, как будто бы опасаясь за то, что этот рост может быть неоправдан. Но такая позиция, она с одной стороны заставляет насторожиться трейдеров, а с другой стороны понимает то, что сейчас для большинства привычно и свойственно выжидательная позиция. Может быть, кто-то хочет действовать уже по факту. Я предлагаю рискнуть и настроиться на то, что комментарии иерин будут жесткими. И, значит, мы сможем увидеть очень быстрое закрепление пары июзди иена выше 101. Говоря про вчерашнюю торговую сессию, мы продолжаем наблюдать резонанс сильных данных по американскому рынку недвижимости, по продаже новых домов плюс 12,5. Хорошая цифра, лучший показатель с 2007 года. Вчера вышел отчет по продаже на вторичке, тоже сектора недвижимости. Не такой хороший, как продажа новых домов. Здесь пад на 3 с небольшим процента, но особого негатива трейдеры в нем не увидели. Так же, как эксперты и экономисты. Знаете почему? Потому что это первый спад с февраля этого года. И слабость этой цифры, этой статистики, обусловлена не низкими показателями спроса, а низким предложением. И если мы проанализируем, копнем глубже эту статистику, мы поймем то, что сейчас количество домов, которые находятся на повестке, количество домов, которые доступны на рынке для продаж на вторичке, примерно на 6% меньше, чем за наличный период в прошлом году. Домов действительно очень мало. И, между прочим, это исторический минимум. Поэтому такие цифры в плане вторички были, на мой взгляд, ожидаемы. И если вы считаете, что этот отчет ломает прогресс и восстановление, которое было сформировано на американском рынке движимости ранее, вы ошибаетесь. Я советую вам особо здесь не негативить. Сегодня у нас также очень интересный день для доллара, поскольку сегодня у нас и заказы товара длительного пользования, и первичные заявки на пособие по взработице, и еще индекс деловой активности в секторе услуга по версии маркет. Это во второй половине дня. И, соответственно, еще блок макроэкономических отчетов, которые будут предварить завтрашнее выступление Джанет Йеллен. Если сегодня мы с вами получаем хорошую цифру, я на это делаю большую ставку, то тогда у Джанет Йеллен будет еще один статистический такой мотив, чтобы переосмыслить и крайне обдумать свое выступление. А может быть, даже подкрепить свою речь именно намеками на то, что американская экономика готова к повышению процентной ставки. По крайней мере, последние отчеты особенно нас не разочаровывают. В общем, настраиваемся на жесткий комментарий Джанет Йеллен. Помним, что она также будет и помнит, лучше так скажем, про комментарии вице-председателя ФРС Стэнли Фишер. Она помнит выступления Лохарта и прочих представителей ФРС. В частности, еще и Дадли, которые, будучи голосующими членами, уже сказали, что будут голосовать за повышение процентной ставки. Поэтому давайте следить за этим событием. Джексон Холл, встреча руководителей региональных ЦБ. Нас интересует прежде всего выступление Джанет Йеллен. И это закрытие этой недели, пятничная торговая сессия. Уже всю неделю ждали, осталось совсем чуть-чуть. Давайте потерпим. И завтра я думаю, что наши ожидания будут вознаграждены в столице, поскольку доллар просто обязан получить поддержку и тем самым приблизить наш через собственный рост к многим нашим профитным ориентирам, которые мы разделяем по целому спектру финансовых активов. Поэтому USD и Йена ждем даже в рамках этой торговой сессии. Движение выше 101. Но уж по факту жестких комментариев, Йеллен, будем стремиться уже в район 103 как минимум. По другим инструментам все пока без изменений. NZD USD 0.7319. Австралийцы против доллара торгуются на отметке 0.7628. Цель остается неизменной. 0.75. USDCAD отыгрывает слабость нефти. И вплотную нацелены на тестирование сопротивления 1.30. Я думаю, что если сегодня нефть продолжит снижаться, и если это произойдет завтра, то тогда мы сможем закрыть неделю по паре USDCAD выше уровня 1.30. Важнейшие события сегодняшнего дня. 11.00. Статистика по ИФО «Бизнес-оптимизм» в Германии. Смотрим за цифрами, но стараемся по ним не торговать. Точнее, я думаю, что у нас даже не будет возможности, поскольку рынок вряд ли на них отреагирует повышенной владельностью. В 15.30 заказы на товары длительного пользования, заявки и все. Это статистика по США. Дальше в 16.45 у нас индекс активности в сфере услуг, замыкающий релиз американской статистики этой торговой сессии. По всем отчетам ждем поддержки для доллара. И, соответственно, ждем хороших цифр. Кодовое слово на сегодня. Трейдер. Величина бонуса 13%. Действует он, как и всегда, по старинке до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. На этом все. Как и всегда, также по традиции, желаю вам исключительно прибыльных сделок, попутного тренда. Не забывайте, что весь видеоконтент доступен на нашем официальном канале на YouTube. Заходите, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, вопросы. Ну и ставьте, конечно же, лайки. Это что касается записи. Ну а для тех, кто в прямом эфире, напоминаю, что помимо Перископа у нас уже вторую неделю идет вещание и через Facebook. Это может быть для тех, кому через Facebook более удобно будет смотреть за нашим ежедневным утренним обзором. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.